Ну а сушняк пилить, это же тоже на разрешение или как захотел спилил? Я не знаю, сейчас вообще поробочный билет не выдается. Как-то все проводится, я не знаю. Тем более, что это же не просто там лес где-то там дремучий, да, там заполз. Это лесопарковая зона, тут мне кажется, что вообще ничего не будет. Ну у него вот там вот, там где-то, я видел, у него какие-то шмотки были разбросаны. Порел с ним, я ничего не хамил, не угрожал, спокойно спросил просто. Первый раз вот здесь, ну в смысле не перец, это второй раз, наверное, уже было. Ну вот видите, тут у него вот продукты, это лес, вот тут он, в принципе, я его видел. А вчера, тут у него какой-то рюкзак был, вот, ну и понятно, что бензопила, потому что вот он напиливал прилично. Ну, он теоретически мог услышать, что мы подходим и куда-то свинтить. Ну, и у меня еще есть предположение, где он может вообще обитать, вот туда, ближе к, вот в ту сторону, в сторону вот платформы Красногорска, если там у них такой, у бомжей такой, ну, лагерь небольшой. Теоретически он может, но это я не могу, потому что я не проверял, вот, ну, то есть, потому что по виду он был человек, который вот, он все время был одет одинаково, такой, потертый, ну, не такой прям, ну, не бритый, да, ну, не такой классический бомж. Ну, ощущение было, что человек в лесу ночует. А на возрасте сколько он принадлежит? Ну, где-то 35-40. Ну, у таких людей сложновато возраст определить. Ну, вот у него такими вот очагами, но там он вообще выкосил так прилично, вот, там дальше вот еще есть туда идти, вглубь. Ну, все, вот, в принципе, сейчас можно просто по пермендикуляру к железной дороге выйти, прямо напрямую здесь можно. Вот, и посмотреть, какой стул. Вот, и так, даже, видите, тут по прямой получается совсем недалеко, если метров, ну, 300, как я говорил, 250. А если я его увижу вот, ну, так вот, то мне его, что, арестовать, милицию сдать? Думаете, сможете? Не, ну, я смогу. Ну, я поймаю, я, может быть, смогу, но это же, наверное, незаконно будет. Ну, то есть, просто, как вы скажете, на каком основании там. Стоит аппарат у вас придется будет. Фотоаппарат, ну, не, не всегда, но могу с собой брать, заснять его на видео. На видео, на фото. Не звоните вонючей. Ну, понятно, то есть, есть, в принципе, время будет, то просто, допустим, можно, если его засечь, то сюда вызвать людей, и потом, либо посмотреть, куда он уходит. Ну, это, наверное, конечно, времени до дура потратить. Так, ну, вот, 109-й столб, вот здесь, это ориентир. Если отъехать от Красногорской платформы, вот столб 109. Съемка 14 мая до 14 года в Апальховском лесопарке. Ну, тут уже, где-то с 4 мая, я наблюдаю, как какой-то бомжеватого вида человек делает вырубку. Причем, вот тут в середине он уже целую просеку прорубил. Не щадят даже подлесок. И вот он движется вот в том направлении, туда. Непонятно, с какой целью. Может быть, они какую-то дорогу хотят положить. В общем, очень странно. Потому что, в основном, здесь есть и сухие деревья, но есть и вполне нормальные. Ну, вот, а здесь явно расчищена поляна. А может и просек. В том направлении. Здесь вот лес весь вот такой он густой, тут не пройти. Но он зарос подлеском, если вот вырубить вот эти все большие деревья. То тут можно, либо что-то строить, либо дорогу сделать. Вот тут еще подлеска. Подлесок убрать, и все, и будет в пространство. Потому что здесь все кусты вырубаются на раз. Вот, видим, здесь уже как бы дорога идет. Вот тут он сучьи сжигал. А вот здесь вот вообще был густой лес. Вот как он идет дальше. Уже здесь можно, в принципе, проехать на квадроцикле, как минимум. И еще немного поработать, только как на машине можно будет проехать. Вот слышно, кто-то что-то рубит. Это метров, наверное, двести отсюда. Сейчас пойду посмотрю. Вот густой лес, Апальховский лесопарк. Половина десятого, то есть 21-30 примерно. 14 мая 2014 года. И вот, пожалуйста, местный браконьер по такую поляну. Это где-то в длину, наверное, больше сотни метров. Вот идет сотрудник полиции, который я вызвал. И ширину где-то порядка 20 метров. И тут, пожалуйста, и зеленые деревья под лесок, выпиленный, подрубленный. И деревья старые, и помоложе. И елки. Все, видите, вычищает. Непонятно, то ли под застройку, то ли под дорогу. Часть деревьев просто гибнет из-за падения вот этих больших. Вот, сейчас сжигается вот здесь. И, в принципе... Не-не, я вас не снимаю, вы не попали. И вот дальше вот туда, на протяжении метров 200, вот такие порубки кусками идут. Только не такие большие, поменьше. И тут уже образовалась вот такая дорога, по которой уже автомобиль может проехать. Только нужно расчистить выход дальше из леса. Идут до полотна железной дороги не так далеко. В принципе... Логика понятна. Несколько деревьев все срубить. И можно проехать. Ну как, ничего? Ничего не делаешь. И что в лесу делать? Просто бродик. Пилили вчера вы. Сам. Сам по себе? Да. Да. Молодец. Что деревья пили? Бензопила где? Деревья что пилишь? Они сухие. Ну. Хоробочный билет. Для чего? В какой цели пилите деревьев в лесу? Ну как просто. Кто разрешение не давает? Никто. Ну все. Начнем. Ну вы в течение какого времени пилите? Ну я вас видел 4 мая здесь. Первый раз вы пилили там дерево при мне безопилой. Вот там. Это был 4 мая. Это 10 дней назад. Вы тогда только начали? Я не могу. Вы тогда только начали? Да нет. Раньше. Раньше. Значит 2 недели минимум. Больше здесь. Понятно. А зачем пилите? Кто-то заказал? Нет. Ну а какой смысл в этом? Вы целую просеку выпилили там 100 метров на 20. Это мы можем вам показать. Там куча деревьев. И вы подлеск тоже вычищаете. И даже вот кустарник. Зачем? Вы что-то строите дорогу что ли здесь? Я запишу. Потому что у меня тот телефон в машине. Что-то так. А зачем вам дорога? Алло, алло.